Затем укомплектованы машины Тигр и Тайфун. Для ведения огня используют прицельные губы, стекловизоров и лазерных длинномеров. Но самое важное это автоматическое сопровождение цели. Для противника на мушку система уже не выпускает герой с прицела. Она сама расчетывает передвижение. На водчику остается только открыт. Ты что, кричуешь? Сереж, что кричаешь? Субтитры создавал DimaTorzok Боевой робот-кутер, дальность управления до 30 километров. Установили камера видеонаблюдения и установили систему управления дистанционного запуска машины, при включении передач и, соответственно, систему управления агнем дистанционно-управляемым. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Уран подавляет живую силу и бронетернику противника. И сегодня вооружен под завязку. Его арсеналит пушка, пулемет, ракетный комплекс атака и даже это я, сильный пехотный огнемет. У Деревки оружие полегче, крупнокалиберный пулемет и гранатомет. В задачи этого робота входит разведка и отмевая поддержка общей войсковых подразделений. Данный робот был полезен для использования на самых опасных управлениях на переднем краю обороны и наступлениях. В тех ситуациях, когда противник ведет к очень долгой огонь и используем, например, гипотинку, он будет в большом потере. Не исключено, что из двух роботов не впервые убиты в донесной федерации. Сегодня Запад готов отправить в ПСУ свои перспективные разработки, чтобы из-за каких-то выводных условиях европейские страны передают Украине роботы вниз. Царюшка. Царюшка. Машина выполняет разные задачи. От подводов и экипасов до разменирования и расцветки. Ударная версия может участвовать в бою вместе с бойцами, а может вот так. Для них противник один заставили. Вот еще одна эстонская разработка. Беспилотные, вроде машины, ТАИ-X. Летоноска модульная. На платформу можно поставить любое оружие или, например, разбирательное оборудование весом до 4 тонн. Самый крупный калибр, который можно обмантировать, это 10-миллиметровая пушка. Вслед за адресами американцы могут отправить в Украине свой экспериментальный беспилотный танк РИП-100. Он несет на борту 30-миллиметровое орудие и противотанковый комплекс «Замин». А вот австралийцы решили аэропортировать американские бронетранспортеры М-112. Машины мы двигали искусственным инфлятором, но возможность эластирования разработчики оставили. Это новая разработка из Франции. Там есть и воздушные и пуговгутные пустотики. Такой тандем значительно увеличивает возможность разведчика. Уже скоро, только в Украине, воротники станут частью различных родов вольт. Но об армии роботов на поле боя пока говорится рано. Субтитры сделал DimaTorzok